Друзья, привет! С вами снова на связи Лариса Парфентьева. И сегодня я хочу поговорить о привычках. Я для вас приготовила календарь из 12 привычек на каждый месяц года. Его полностью можно прочитать в моем блоге ниже по ссылке. А сейчас хочу поделиться тремя привычками на первые 3 месяца года. Потому что привычка – это все-таки второй характер, как ни крути. И первая привычка на первый месяц года – это привычка найти плохие привычки, находить плохие привычки. Потому что для того, чтобы понять, какие привычки нужно менять, для начала их нужно отследить. Поэтому первый месяц я вообще предлагаю вам посвятить тому, чтобы начать записывать свои деструктивные привычки, когда вы, например, заедаете стресс, когда вы начинаете пить, когда вы начинаете злиться, то есть какие-то негативные привычки. Допустим, у вас произошел конфликт с начальником, вы пишете в определенной тетрадочке, что когда мы ссоримся с начальником, я начинаю заедать стресс. Как изменить привычку? Надо себе придумать другой триггер. Как придумать другой триггер? Например, вы пишете, что теперь я заедаю после стресса с начальником не пончиком, а яблоком. Вот так вот вы заменяете плохую привычку, например, заедать пончиком на привычку заедать яблоком. А что делать с начальником плохим, дурацким, мудацким? Вот об этом вы можете тоже посмотреть у меня на Ютубе. У меня там много видосов о том, как уволиться с нелюбимой работой, поэтому с начальником нужно разбираться отдельно. Это первый месяц. А второй месяц можно назначить месяцем дел без промедления. Очень часто бывает такое, что к нам в голову приходит какая-то идея, и вот взять бы ее и начать делать просто, тут же сразу поймать ее за хвост. Но находится сразу какая-то отмазка. Как вы знаете, что наш мозг придумывает отмазки для чего угодно. И очень часто включается сила сопротивления. Если сразу не схватить свою идею за хвост, то она обязательно куда-нибудь потом убежит. Поэтому второй месяц года вы можете посвятить тому, что просто первое, что приходит в голову, что-то прям такое хорошее, хватаете и делаете. Конечно, в фанатизме можно дойти до непонятно до чего, потому что к концу года вы вдруг поймете, что вы там насоглашались на поездку на Антарктиду и вступили в секту, и еще, не знаю, натворили каких-то дел, согласились на МБДСМ-вечеринку. Но, тем не менее, все-таки, как в фильме всегда говорит, очень много вещей хороших, которые приходят. Если вы их сразу схватите, то это будет очень правильно. И третий месяц года можно его назначить месяцем завершения дел, месяца доведения дел до конца. Это тоже очень важный навык прокачать, научиться доводить дела до конца. Конечно, не все нужно дела доводить до конца, потому что мы знаем с вами, что с плохих фильмов нужно уходить, дурацкие книги нужно закрывать, с неприятными людьми нужно расставаться, но все равно у многих из нас есть проблемы, что мы можем начать дело, но не можем его завершить. Поэтому третий месяц можно просто посвятить тому, чтобы прокачивать каждый день вот это умение доводить дела до конца. Вот посвятите 30 дней этой полезной штуке, и вы увидите, как изменится ваша жизнь. Еще 9 привычек у меня в блоге специально для вас. Переходите. Каждый месяц внедряйте новую привычку. Будет вам счастье, и с наступающим Новым Годом. Я вас обнимаю. С вами была Лариса Парфентьева. Целую. Пока.